Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу о последнем лайфхаке Xbox One. Может быть, конечно, он и не последний, в Xbox One может быть что-то добавит еще, но пока что так. И как вы догадались из названия видеоролика, речь пойдет о не о самом обновлении, а об его скрытой функции, о которой почему-то мало кто говорит. Сегодня речь пойдет о Google Ассистенте, который позволяет управлять Xbox One при помощи голосовых команд. Окей, Google, включи Xbox. Окей, Xbox, включаю. Круто, да? Короче, об этой функции мы сегодня и поговорим. Ну а перед тем, как мы начнем с вас, геймерский лайк для того, чтобы поддержать канал и данное видео. Ведь чем больше вы активничаете, чем больше ставите лайки, тем больше канал становится, и на нем выходят намного интереснее и прикольнее ролики. Поэтому давайте наберем на этом видео хотя бы 700 лайков. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе последних видео, и нажимать на колокольчик. Дело в том, что в последнее время почему-то YouTube не высылает уведомления моим подписчикам о том, что у меня вышло новое видео. Поэтому единственное решение на эту проблему – это нажать на колокольчик. У меня все готово, поэтому давайте начнем. Для тех, кто не знал, в одном из последних обновлений для Xbox One появилась поддержка голосового ассистента, который работает через телефон. Фича не сказать, что прям нужная, но она довольно прикольная и дает возможность управлять Xbox One за счет голосовых команд и при помощи русского языка. Если же раньше Xbox управлялся через картану, через английские голосовые команды, то в этот раз можно почувствовать совместимость с русским языком. К сожалению, при помощи русского языка можно лишь включить и выключить консоль. Но при помощи английского языка ничего, по сути, перенастраивать не надо, можно сделать чуть-чуть больше. Вот вам как пример. Если что, данная функция доступна абсолютно всем. Итак, чтобы пользоваться данной функцией, делаем следующее. Сначала нужно скачать приложение Google Home, залогиниться туда под своей учетной записью и нажать на вот этот плюсик, то есть добавить. Нажать «Настроить устройство», найти устройство Xbox, залогиниться под своим логином и паролем, если что я делать это не буду, поскольку я уже это все сделал. Просто следовать дальнейшим инструкциям на экране смартфона. Просто добавляем Xbox в свою комнату и, по сути, все готово. Если Google Home вдруг не может найти ваше устройство, то есть Xbox, то попробуйте включить цифровой помощник на Xbox One. Нужно лишь перейти в настройки и найти пункт «Цифровые помощники» и просто поставить галочку. Потом же просто начинаем пользоваться этими вот командами. К сожалению, все эти команды работают только на английском языке. Для того, чтобы ими пользоваться, нужно добавить в приложение просто английский язык. Просто если произносить эти фразы на русском, то по сути ничего не произойдет, он не поймет вас. Чтобы выключать и включать Xbox One через голосовые команды, вам нужно консоль поставить на мгновенный запуск. Если что, это делается в настройках во вкладке «Включение» и «Выключение». Несмотря на все это, в любом случае приятно осознавать, что русский язык все-таки включен, ну хотя бы более-менее. Если же функционал данной фичи будет развиваться, то скорее всего мы сможем получить полноценную поддержку русского языка. Ну а когда это будет, пока что без понятия. Хотя на самом деле включать и выключать Xbox при помощи русского языка это уже неплохо. Напишите в комментариях, знали ли вы о таком лайфхаке, напишите, пользуетесь ли вы им. Ну а также напишите просто свое мнение о данной функции, нужна вам или нет. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, и большое спасибо за просмотр. Окей, Google, выключи Xbox. Хорошо, Xbox, выключаю. Вот так вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!